Ужались, как смогли. Завершена работа над проектом регионального бюджета на 2017 и плановый период 2018-2019 годов. Предварительные итоги обсудили региональные парламентарии на заседании областной думы. Доходы и расходы считали, исходя из прогноза социально-экономического развития субъекта. Получилось позитивно. Проект казны запланирован с профицитом. Доходы во всех трех годах больше, чем расходы. Сумма плюсов в 2017 году – 190 миллионов рублей. За последние 9 лет, с момента формирования проектов областного бюджета на трехлетний период, это первый проект закона Ивановской области об областном бюджете, сформированный с профицитом по всем трём годам, кроме того, с динамикой увеличения профицита в каждом последующем финансовом году. Увеличивать доходы просто необходимо, чтобы выполнять обязательства перед Минфином и гасить взятые регионам бюджетный кредит. Казалось бы, казна с прибылью, новость хорошая. Пусть пока это только проект, тем не менее у коммунистов уже возникают подозрения. В правительстве делили-делили деньги, и осталось 189 миллионов, которые даже не знают, куда девать. Но если вот они увидят, что настолько самодостаточная Ивановская область, можем ли рассчитывать на дополнительное финансирование? Ну, фактически бюджет с профицитом, и мы рассчитываем на финансирование. Никто не воспринимает профицит бюджета Ивановской области как какую-то абсолютную цифру. Это, скорее, финансовый инструмент по стабилизации финансового положения бюджета. Традиционно основные источники прибыли для региональной казны – налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций и акцизи. Именно этот факт и вызвал вопросы у либерал-демократов. Мы не видим тенденции развития экономики какой-либо, малого бизнеса в Ивановской области. И плюс ко всему, так как бюджет сокращается, то сократятся и программы. Соответственно, одна из важных программ поддержки предпринимателей экономики сократится. Бюджет, отметил губернатор, сохранил социальную направленность. Соцрасходы запланированы в объеме более 17 миллиардов рублей. В приоритете финансовое обеспечение системы образования, здравоохранения, социальной защиты населения. Обсуждение проекта бюджета в Думе получилось напряженным. Отвечать докладчику приходилось буквально за каждую копейку. Область уже в долгах утонула, теперь еще утонут муниципалитеты. По большому счету, мы стоим на краю, на границе где-то вот такой социально-экономической катастрофы в Ивановской области. Тем не менее, документ был принят в первом чтении. Работа над ним продолжится. До сих пор неизвестно, в каком объеме материальная помощь от Федерации будет оказана нашему субъекту. Трехсторонняя встреча с согласительной комиссией по определению размера дотаций состоится в понедельник, 28 ноября. Любые средства, отметил губернатор, будут существенной добавкой к бюджету. Мы близки к началу реализации ряда крупных инвестиционных проектов, поэтому мы не уповаем на то, что Федерация нас спасет. В любом случае, основная часть доходов, мы сегодня получаем основную часть доходов за счет налогов и сборов в Ивановской области. А это результат работы, прежде всего, экономики. Обсудили парламентарии поправки в бюджет этого года. Согласно изменениям, дефицит возрастет чуть более чем на 2 миллиона рублей. Корректировка обусловлена уточнением поступлений в Дорожный фонд Ивановской области. Кроме того, сократились почти на 50 миллионов поступления из федеральной казны.